В этом выпуске мы покажем вам настолько реалистичные торты, что вы ни за что не поверите, что их можно есть. Вы будете поражены сладкими головами знаменитостей, съедобными китайскими императорами, лакомыми платьями и многим другим. Кондитерское ремесло может показаться делом нехитрым, однако когда начинаешь сталкиваться с работами мастеров с многочисленными наградами, осознаешь, что для создания подобных произведений требуются годы практики. У этой девушки из Хатфордшира определенно талант к этому ремеслу. Глядя на невероятно детализированную и безукоризненно выполненную выпечку молодой британки по имени Лаура Лукайдес, сложно поверить в то, что девушка не имеет никакого специального образования. Она никогда не посещала профессиональные кулинарные курсы и всему научилась сама. Среди ее творений торты в виде гамбургера, миски с лапшой, сумки, набора суши и даже собак. Одним из самых потрясающих произведений молодой англичанки является гигантский многослойный пирог, включающий гору разных продуктов, гамбургер, хот-дог, початки кукурузы, пицца, мороженое, блины и кекс на вершине. И все это торт, на создание которого у мастерицы ушло более 150 часов. Еще одна яркая работа мастера – торт «Воздушный шар», который однажды украсил обложку Cake Masters Magazine. По словам девушки, ей предстоит еще много освоить, и ее следующей ступенью на пути к успеху будет обучение создания тортов в виде человеческих лиц. А вот американка Натали Сайдсорф уже научилась делать весьма правдоподобные человеческие головы. Одной из самых известных работ Натали стал торт в виде бюста Майка Эрмантраута. Героя сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Эта работа прославила девушку в сети и вдохновила ее на создание других не менее впечатляющих тортов. Натали Сайдсорф – настоящая звезда кондитерского искусства. Она тщательно и талантливо подходит к делу, поэтому ей удается создавать настоящие сладкие шедевры, которые включают в себя портреты знаменитостей и клиентов, домашних животных в натуральную величину, популярных персонажей мультфильмов, фильмов и игр и многое другое. Некоторые ее торты настолько реалистичны, что резать их просто рука не поднимается. Лесли Виджел Возможно, это покажется странным, но в наше время все чаще кондитерами становятся художники и архитекторы. Одной из таких энтузиастов и креативных шеф-поваров стала калифорнийская художница Лесли Виджел, которая называет себя энтузиастом маслянистой кожи. Лесли прославилась тем, что научилась создавать невероятные съедобные десерты в виде растений с суклетов, которые она потом продает в семейном магазине тортов «Тейстфул Кейкс». Ее многоуровневые шедевры украшены разнообразными художественными и вдохновленными природой дизайнами мороженого. По словам Лесли Виджел, нет более удивительного для художника, чем природа, и поэтому девушка бросила вызов самой себе, чтобы запечатлеть цветы, суклеты и кактусы в сладких изделиях. Только взгляните на эти идеально выложенные лепестки роз, кактусов и суклетов. Все выглядит настолько натурально, что трудно поверить, что они съедобны. Каждый вечер шедевр с несколькими ярусами украшен реалистичными цветами и кактусами, пропитанными маслинами. На некоторых пирожных даже есть цветочные горшки, выложенные из помадок, а внутри комнатные растения из крема. Эти поразительные кондитерские изделия изготовлены из золотого листа, фармованных кристаллов из мальтос и сахара. Как видите, кондитерское искусство шагнуло далеко вперед. Торты уже перестали быть просто десертом, которым угощают гостей по праздникам. Оставайтесь с нами до конца выпуска, чтобы восхититься другими невероятными тортами. Например, лакомством в виде человеческой головы или тортами китайского сахарного короля, которые напоминают настоящие фарфоровые куклы из Поднебесной. Одним из самых ярких гениев кондитерского искусства является китайский мастер Джоу И, более известный у себя в стране как Сахарный Король. Взглянув на его детальные сладкие творения ручной работы, вы поймете, почему его так называют. Джоу И создает из помадки человеческие фигурки, которые больше похожи на фарфоровые куклы, нежели на съедобные украшения. Этот кондитер уже долгое время известен как один из самых талантливых декораторов в Китае. Недавно он выиграл три золотые и две бронзовые медали на международном конкурсе тортов в Британии. Более того, в настоящее время он признан одним из лучших кондитерских мастеров в мире. В его работах были представлены элементы китайской культуры и традиционного искусства, в том числе фигурка У Цзэнь Тянь, первой и единственной женщины-императора Китая. Она настолько детализирована, что можно буквально сосчитать ее ресницы. Посвятив много времени изучению традиционных китайских методов работы с пищевыми продуктами, Джоу И много экспериментировал, пока, наконец, не создал собственную технику превращения крема и сахара в замысловатые фигурки и аксессуары. Джоу работает с разными материалами, что позволяет ему создавать практически все, что он хочет. Впрочем, создание таких удивительных произведений искусства – дело непростое даже для такого мастера. По его словам, большинство украшений создаются благодаря длительному процессу проб и ошибок. Например, работая над этим произведением, Джоу И приходилось несколько раз все переделывать, потому что он был недоволен конечным результатом. Как бы то ни было, результат его работы вызывает восхищение. Все его работы сделаны вручную и, к тому же, съедобные. Сейчас Джоу И управляет кондитерской мастерской в Суджоу и регулярно публикует фотографии своих самых затейливых тортов в Фейсбуке, неизменно радуя поклонников. А вот этот британец печет торты в виде фастфуда и портретов знаменитостей. Бен Каллен говорит, что научиться печь было легко. Он просто позвонил своей маме и спросил у нее, как это делается. Верится в это, конечно, с трудом, но выпекает он действительно шедевры. Только посмотрите на них. Кому-нибудь, хоть когда-нибудь, приходила идея создать торт в виде татуированной руки? Думаю, что никого из вас такие мысли не посещали, но Бен такой торт сделал. К слову, этот 28-летний парень из Бирмингема прославился на весь мир после того, как принял участие в британском реалити-шоу Extreme Cakemakers. Его пироги, торты и пирожные выглядят как бюсты знаменитостей. Животные игрушки, фастфуды или напитки, но точно не как десерты. Думаю, ни у кого не остается сомнений в том, что кондитер-кулинар и самый настоящий мастер кухонных дел Бен Каллен знает толк в готовке. И особенно в создании совершенно необычных реалистичных десертов, глядя на которые хочется спросить, каким образом это ему удается. И в самом деле, изделия парня потрясающие. Согласитесь, довольно сложно поверить в то, что самый настоящий с виду стакан может быть тортом, равно как и паста с соусом. А чего стоит большой кусок мяса, который в действительности является сладким изделием? Кстати, похожим занимается и кондитер из США по имени Люк Винсентини, которого мы представим уже через пару секунд. 24-летний парень по имени Люк Винсентини, родом из Нью-Джерси. Он уже несколько лет работает в пекарне Карлос Бейкери. Долгое время он создавал вкусные и красивые десерты и публиковал их фото в своем инстаграме. Но популярность к Винсентини пришла лишь после того, как он начал экспериментировать с формой своих тортов и пирожных. Сейчас Люк готовит сладости, которые по внешнему виду напоминают все, что угодно, но только не торты. Так у него появились пирожные в виде жестяных банок, коробок с яйцами и бревен. Люк может приготовить вкуснейший торт в виде чашки кофе или даже пивной банки. По словам кондитера, на некоторые сложные торты у него уходит до 14 часов работы. Но в итоге у него все получается настолько реалистично, что мозг отказывается верить в то, что это съедобно. Далее на очереди Дебби Горд. Это не просто кондитер, но и непревзойденный дизайнер, создающий торты и пироги удивительной формы. У нее есть своя частная кондитерская, расположенная в Сан-Франциско, под названием Дебби Дас Кейкс. Конечно же, это дело приносит Дебби не только массу удовольствия, но и неплохую прибыль. Трудно поверить, что когда-то это было просто хобби и не рассматривалось девушкой как серьезное занятие. И уж тем более, что она не планировала зарабатывать на этом деньги. И все же, после многочисленных случаев, когда ее необычную выпечку приняли за реальные объекты, Дебби стала понимать, что, возможно, это и есть ее судьба. Уже более 30 лет Дебби совершенствует свое мастерство. За это время она создала огромное множество реалистично выглядящих пирогов и тортов. Однажды она даже устроила демонстрацию из целой галереи тортов, основанных на сценах различных фильмов, мультфильмов и романов. Выставка пользовалась большой популярностью. За неделю ее посетило несколько тысяч человек. Кондитер Алена Фоня печет реалистичные торты в виде доширака и курицы из KFC. Девушка часто выкладывает фото своих работ в соцсетях, однако многие пользователи не верят, что это действительно десерты. И часто просят показать продукцию в разрезанном виде. Сначала девушка думала, что будет делать традиционные торты, но их было пруд к пруди. И чтобы выделиться, она решила сделать что-то необычное. Сначала она испекла торт в виде баскета KFC, потом яйцо с лицехватом из чужого, а потом пельмени. И как-то само собой сложилось, что у нее появилось свое направление. Алена часто шутит, что торт с надписью «Поздравляем» забудется через месяц, а лакомство в виде тазика с оливье запомнится надолго. И, похоже, она права. И, наконец, Молли Робинс – англичанка из британского графства Ланкашер. Она некоторое время работала визажистом, но после того, как нашла свое истинное призвание, ушла с работы и посвятила себя кондитерским изделиям. Молли занимается кондитерским искусством последние 10 лет. Ее конек – это невероятно реалистичные 3D-торты и пирожные с животными, которые выглядят настолько натурально, что их даже страшно есть. Все десерты Молли довольно большие по размеру. Как правило, она создает свои шедевры, ориентируясь на фотографии домашних питомцев, своих заказчиков. По словам девушки, на торты с животными у нее уходит от нескольких часов до недели работы. Все зависит от размера. Ну а в комменты напишите свою любимую сладость, а также ставьте лайк и подписывайтесь, если вам было интересно.